Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Прецветок. Сегодня с вами работает ученый-гроном Ломонос Петр. О чем пойдет наш разговор? Наш разговор пойдет о яровом чесноке. Поразимый чеснок мы уже сняли пару роликов, вы посмотрели, вы поняли, как вырастить хороший урожай, как его вовремя убрать. А вот как увеличить урожай ярового чеснока. Потому что яровой чеснок, большинство того, что я держу в руках, у большинства наших охранников растет такой чеснок. Если зимний, многие могут похвастаться крупной луковицей, объясни, что луковица хорошее, крупное, то, видите, на яровой получается мелкий. Можно ли еще в эту пору, в середине августа, увеличить урожай ярового чеснока? Да, можно. Я вам расскажу два секретных способа, как получить крупные головки ярового чеснока. Почему это надо в середине августа? Потому что в середине августа месяца у ярового чеснока нарастает активно листья. Ну, хотя они растут, эти листья практически почти до самой уборки. Он может образовать от 16 до 25 листьев, одно растение. Но смысл не в этом. Нам необходимо, чтобы нарастали не только листья, но шел лоток питательных фишеств из листьев, шел луковицу, чтобы наша луковица стала крупнее. Как увеличить вот этот размер луковицы почти в два раза? Как ее сделать гораздо крупнее? Делается все очень просто. Эти способы известны очень давно, они применяются нашими предками, но сейчас они как бы позабыты. Так вот, давайте возобновим старый опыт и будем им активно пользоваться. Первый способ, что делали наши предки. Средине августа – это условия в Белоруссии. Соответственно, для ваших условий это может быть раньше или позже. Вы корректируете эти сроки. Чеснок у нас весь не полегший. Он не полегший, он весь стоит промостоящий. Что мы будем делать с этим чесноком? Надо выбрать день. Именно эта работа делается днем, и в сухую, жаркую погоду делается, когда чеснок немного привязший. Чеснок немного привязший его листики. Мы берем что? Мы берем эту вот ботву чеснока, мы ее связываем. Связываем как бы пучок. Мы связали его пучок, закручили. Закручили такой вот пучок. Такая вот конструкция получается примерно у нас. В таком пучке находятся листья. Что это дает? Значит, это увеличивает размер луковицы почти в два раза. Потому что листья травмированные, и они начинают активно отдавать питательные вещества луковицу. Размер нашей луковицы увеличивается, как в той сказке, не по дням, а по часам. Луковицы нарастают очень быстро, увеличиваются в размере. Вот. Этот способ. Очень простой. Так подзавевать косы. Вот. Вы можете, конечно, если у вас есть время, вы можете эти косы закрутить, и даже связать бетшовкой, чтобы они не раскрутились. Связали бетшовкой, и так связали, и знаете, что вы уже гарантированно получите крупные луковицы ярового чеснока. Ну, способ второй. Способ второй чуть более трудоемкий, чем этот способ, но он тоже вполне применим. Мы берем совочек, любой совочек, и берем вокруг луковицы, делаем канавку. Сделали канавку, далее осторожно руками мы отгребаем землю. Отгребаем землю от луковицы. Получается такая вороночка. Ну, отгребаем в каком состоянии. Мы отгребаем так, чтобы только корни чеснока были в почве. Вся луковица находится на поверхности. Больше и меньше вы отгребите, это не столь важно, потому что не забывайте, будут идти дожди, будут какие-то осадки, земля немного подплывет к нашей луковице, поэтому не переживайте, что вы много отгребли земли. Это что дает? Наша луковица начинает чувствовать простор, зубкам не надо как-то почву раздвигать, раздвигать почву, увеличивать свой размер. Отток идет очень хорошо, и зубки увеличиваются на гораздо больше в размерах. Вот потому что, смотрите, если вот такая луковица будет где-то весить грамм 35-40, то та луковица, которую вы сделали, такой вот завязали ботву, или отгребли землю, луковица будет весить уже грамм 70-80. То есть это самое, два раза увеличится луковицу. Если вы хорошо смотрели ваш чеснок, имеет хорошую листовую поверхность, значит у вас есть все шансы получить хороший урожай ярового чеснока. Он будет, конечно, чуть помельче, чем азимы, но урожай будет впечатлительный. И вы поймете, что яровой чеснок вас хорошо растет и дает хорошие головки. А он, кстати, более душистый и хранится гораздо лучше азима чеснока вплоть до нового урожая. А есть сорта, которые лежат и 2, и 3 года даже, хорошо сохраняют свои товарные качества. Так что воспользуйтесь этим опытом, делайте так. Ставьте свои лайки, смотрите наш канал. До новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова